Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Один из заявителей митинга 10-го числа на площади революции Сергей Удальцов, координатор Московского совета и движения «Левый фронт», не смог сегодня быть на этой конференции, потому что находится в больнице после сухой голодовки, которую он объявил в знак протеста против своего незаконного ареста 4 декабря. Он передает всем привет и рассчитывает быть завтра на митинге в любом случае, потому что арест его сегодня уже истек, однако в больнице его по-прежнему караулят сотрудники полиции из УВД Китай-город. Я задержалась, потому что сегодня оргкомитет совместных действий московской оппозиции принял важное решение. Мы вчера, заявители я и Митюшкина, второй заявитель, были в мэрии. Мы провели там два с половиной часа, пытаясь убедить московское правительство в том, что во избежание каких-либо беспорядков, пострадавших, необходимо площадь революции расширить и дать нам возможность провести митинг там. Потому что мы считали, что площадь революции может вместить столько, сколько собиралось прийти. Там есть для этого возможность, если не создавать искусственных ограждений, а расширить ее за счет парковок, скажем. В крайнем случае можно было бы перекрыть и театральную площадь, мы так считали. Однако уже ближе к ночи появилась информация о том, что митинг переносится на Болотную площадь, что там дают согласования. И вот сегодня выяснилось, что это было не согласование, а предложение из правительства в Москву. И нам согласовали участников 30 тысяч человек на Болотной площади. То есть не согласовали, а предложили согласовать. На что мы, в общем-то, дали согласие при определенных обстоятельствах. Поскольку очень многие люди уже оповещены, в социальных сетях много десятки тысяч людей планировали приходить именно на площадь революции. И я уверена, что многие придут туда не только по идейным соображениям, а просто по незнанию о том, что митинг перенесен. Мы потребовали от правительства Москвы обеспечить этим людям безопасность, дать им возможность прошествовать от площади революции беспрепятственно до места проведения митинга. В 4 часа мы идем в мэрию Москвы обсуждать эти вопросы, окончательно согласовывать с представителями ГУВД Владимиром Колокольцевым и вице-мэром правительства Горбенко. Это основной момент, который я хотела озвучить. Теперь могу предоставить слово желающим. Друзья, прежде всего я хотела бы сказать, что завтра будет эпохальный день в истории России. И поэтому я бы хотела немножко вот этот градус внимания с географии перенести все-таки на суть. Не просто так люди завтра выйдут. У нас есть требования. Первое. Перевыборы. Второе. Освобождение политических заключенных, которые к стыду и позору моей страны теперь исчисляются тысячами. Что касается непосредственно физически прохода завтра на мероприятие. В два часа дня я буду на площади революции для того, чтобы самой лично убедиться, что власть не ведет себя неадекватно. Для того, чтобы тех людей, которых я призывала на площади революции, обезопасить. Я буду не одна. У нас прошли переговоры сегодня с Уполномоченным по правам человека Москвы музыкантским. Он пообещал присутствовать для того, чтобы предотвращать любые попытки со стороны силовиков. То, что мы видели с вами несколько дней назад на Триумфальной, на Чистых прудах. Чтобы вот этого позора не было. Почему это важно? Потому что на сегодняшний день я обращаю ваше внимание, что те митинги протеста, те акции протеста, которые происходят в России, это самые цивилизованные акции протеста, которые есть в мире. Ни одного разбитого стекла, ни одной перевернутой или сожженной машины. Это цивилизованный протест граждан против партии жуликов и воров и против того, чтобы наши демократические выборы у нас отнимали. Вот почему завтра я буду на площади революции для того, чтобы людей, которые завтра будут уже не только активисты, завтра будут те люди, которые, может быть, первый раз в своей жизни придут на митинг. И это будет очень неправильно этих людей винтить и бить. Поэтому я обращаюсь к властям. Пожалуйста, в этот раз проявите хоть немножечко благоразумия, не бейте людей невинных, которые просто хотят сделать так, чтобы прошли честные выборы. И в заключении своей речи мне хотелось бы поблагодарить Алексея Навального, благодаря которому, я считаю, именно благодаря усилиям вот этого конкретного человека, завтра выйдут тысячи людей на площади. Потому что это он объединил нас с идеей все против партии жуликов и воров. И люди завтра выходят. Не потому что они любят меня или еще кого-то, Немцова или какого-то другого политического лидера. Мы здесь вообще ни при чем. Может быть, даже они выходят не потому, что сильно любят и знают Навального. Они выходят, потому что их достала партия жуликов и воров. И мы хотим вернуть себе выборы. Потому что это для нас принципиально важно. Потому что Единая Россия натянула свои голоса в два раза. Их красная цена 25%, не более. Никто не голосовал за яблоко или за коммунистов. Голосовали против них. Это принципиальный важный момент. В заключении, повторяю, завтра, 2 часа дня, площадь революции, мы мирно прошествуем в сторону санкционированного мероприятия Болотная площадь. Вы можете прийти сразу и на Болотную площадь, есть такая возможность. Но понимаете, что митинг, естественно, не начнется до тех пор, пока наша мирная колонна не достигнет места санкционированного проведения митинга. Спасибо. Друзья, я хотел бы продолжить ту мысль, о которой говорила Женя Чирикова. Я был одним из координаторов проекта «Гражданин-наблюдатель» на этих выборах. И получал информацию с участков, где были наши наблюдатели, представители прессы. Примерно 700 участков в Российской Федерации, начиная с Дальнего Востока и кончая в Ближнем Подмосковье. На всех этих участках, где нашим наблюдателям удалось получить копию протоколов, на всех этих участках Единая Россия не набирала больше 25%. Это чистые участки, как мы считаем, условно чистые, потому что вброс был и там. Но больше 25% на этих участках они подбросить не могли. Поэтому все, что сверху 25%, вот еще 25%, это грубейшим образом, это фальсификация, это подброшенные бюллетени, это полнейший беспредел. Теперь я перехожу к заключению. Уже Настя и Женя говорили о том, что достигнут трудный компромисс с мэрией. И сегодня утром, вот только что мы приехали, было подписано заявление организаторов митинга 10 декабря против фальсификации выборов, которые мы сейчас журналистам раздадим. К сожалению, здесь 15 экземпляров. Наталья Александровна, я думаю, поможет, размножит. Итак, я просто зачитаю текст этого заявления. Вчера в ходе переговоров с мэрией Москвы стороны пришли к следующему компромиссу. В целях обеспечения безопасности организаторы согласились с предложением мэрии перенести митинг с площади революции на Болотную площадь. Второе. Мэрия согласилась с предложением организаторов обеспечить безопасный, организованный проход людей, пришедших на площадь революции, к Болотной площади по маршруту, Театральный проезд, Лубянская площадь, Новая площадь, Китай-город, Старая площадь, Китай-городский проезд, Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Болотная улица, Болотная площадь. Можно еще разом повторить список? Список. Я вам раздам, вы же текст получите. Третье. Мэрия согласилась проинформировать об этих изменениях жителей Москвы по всем доступным ей информационным каналам, включая телевидение. Четвертое. Наши требования к власти остаются неизменными. Освобождение всех политзаключенных, отмена результатов так называемых выборов 4 декабря, отставка Чурова, расследование его деятельности и деятельности всех избирательных комиссий, наказание фальсификаторов, регистрация оппозиционных партий, проведение новых свободных и честных выборов. Меня попросили организаторы выступить. Я здесь представляю сторону солидарности, которая является членом оргкомитета. Заявление подписали Евгения Чирикова, Борис Немцов, Анастасия Удальцова и Надежда Медюшкина. То есть те люди, которые непосредственно занимались организацией и были заявителями этой массовой акции. Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, я с Женей полностью согласен. То, что произойдет завтра, это, в общем, рубежный этап в развитии нашей демократии. По большому счету, мы ожидаем самый массовый политический митинг за последние 20 с лишним лет. То есть, по большому счету, со времени протестов на Манежной площади, конца 80-х, начала 90-х, ничего подобного в стране не происходило. И помните, как когда-то Ходорковский написал о том, что главный либерал у нас в стране Владимир Владимирович Путин? Вот мы, как представители достаточно радикальных политических течений, вынуждены констатировать, что главный революционер у нас в стране сейчас тоже Владимир Владимирович Путин, а главная революционная партия – партия «Единая Россия». Если бы она не сделала то, что она сделала на этих выборах, такой бы мобилизации было невозможно. И я могу сказать, что я участвую практически каждый день сейчас в акциях протеста, которые происходят и на Триумфальной площади, и потом по вечерам вынужден объезжать отделения внутренних дел, в которых находятся наши задержанные. Здесь вот присутствуют отдельные товарищи. Сейчас мы обязательно. Да, значит, и вот что интересно, я в каждом отделении задаю один и тот же вопрос. Ребят, вы откуда? Из каких организаций? И подавляющее большинство задержанных говорит, мы ни из каких ни из организаций. Мы сами пришли. То есть пришел Facebook, пришел ВКонтакте, пришел Мой мир, пришел интернет. Вот это сейчас те люди, которые протестуют на улицах Москвы. И это, мне кажется, самый, в общем, такой звоночек для всех, без исключения представителей политических сил. Мы здесь все активисты, которые занимаются самыми разными процессными акциями. Кто-то в системном режиме, кто-то в несистемном режиме. Но реально мы вот констатируем то, что если даже там есть представители наших организаций, они пришли туда не потому, что они являются представителями наших организаций, а потому что они отмобилизованы той несправедливостью, которая творилась на этих выборах. И отсюда характер этого митинга. Мы не хотим превращать это в политическую акцию. Это не акция той или иной политической партии, движения, зарегистрированного или не зарегистрированного, или коалиции партии или движений. Хотя многие в них участвуют и многие оказывают помощь, но тем не менее, это прежде всего гражданская акция. Ворота на эту гражданскую акцию открыты абсолютно для всех политических течений. И в ней будут принимать участие и либералы, и левые, и националисты. Самые разные группы и абсолютно аполитичные группы, которые будут туда приходить. Мы не собираемся и ни в коем случае не будем никак провоцировать никакое насилие в ходе этой акции. Потому что наша сила заключается в том, что мы действуем по закону. Это они действуют не по закону. И мы собираемся призвать власть соблюдать законы Российской Федерации. Конечно, у нас есть программа «Максимум», есть программа «Минимум». И программа «Минимум» заключается в том, что если пересчитать голоса хотя бы в одной Москве, это уже означает, что «Единая Россия», равно как и любая другая политическая партия, не имеет большинства в государственной дуне. И что это означает? Это означает, что это открывает путь для действительно свободных выборов. Потому что какая может быть легитимная процедура? Необходимы поправки в законодательство, необходимо объявление новых выборов для того, чтобы они были законными. Поэтому первый шаг – это опустить партию власти, чтобы у нее не было большинство. Второе – это коалиция оппозиционных партий, которая имеет цель главную одну – новый закон о выборах. Третье – объявление досрочных выборов, которые пройдут уже по новому закону, с новым порядком формирования избирательных комиссий и так далее. Очень важное требование, которое мы говорим – это освобождение политических заключенных. Потому что за эти дни протестов более тысячи наших друзей, наших соратников, которые вышли на абсолютно мирные и ненасильственные акции протестов, были задержаны. Они должны быть отпущены, равно как должны быть отпущены те люди, которые пострадали несправедливо от этой власти. Раньше получили реальные сроки на разных акциях разных оппозиционных организаций, опять-таки и левого, и правого толка. Мы знаем, что, к сожалению, ни один десяток и даже не одна сотня людей находятся сейчас в тюрьмах России по подобным обвинениям. И, наконец, третье – президент Дмитрий Анатольевич Медведев сказал о том, что те губернаторы, члены «Единой России», в регионах которых «Единая Россия» набрала меньше 35%, должны понести ответственность. Мы поддерживаем это требование нашего президента и говорим о том, что дайте в этих регионах назначить представителей от оппозиции. Нам же все время в ходе этих выборов «Единая Россия» говорила, мы-то делаем, а вы-то только языком болтаете. Конечно, кто не делает, тот, соответственно, не ошибается. Вот мы говорим «Партия, дай порулить». Подобные требования уже были, но сейчас мы как никогда близки к тому, чтобы эти требования были реализованы. Ну и, наконец, последнее. Я не могу не обойти вопрос, который мне все время задают, потому что помимо того, что я не посторонний человек к движению «Левый фронт», плюс к этому я еще депутат от «Справедливой России», и мне все время говорят, ну где же ваша партия, тем более я думаю, что в этой аудитории много тех людей, которые за нас голосовали, много журналистского сообщества за нас голосовало. Я хочу сказать, что мы сейчас, вот лидер нашей партии занимался акциями в Санкт-Петербурге, завтра на съезде нашей партии, которой будет специальное заявление, мы поддерживаем все без исключения акции протеста, которые происходят в регионах Российской Федерации. Мы создали специальную группу из депутатов нашей фракции, которые будут оказывать правозащитную другую помощь всем задержанным и так далее. Завтра мы присылаем группу из 10 депутатов на этот митинг, которые будут постоянно дежурить. Некоторые будут выступать, в том числе ваш покорный слуга Геннадий Гудков и ряд других. Будем обеспечивать как раз проход беспрепятственный от площади революции до Болотной площади. И в общем мы будем оказывать всю возможную помощь, которая от нас зависит. Насколько я знаю, коллеги из Компартии тоже двоих депутатов делегировали на этот митинг. Которые у тебя из партии исключали. Да, те самые, которые меня исключали из партии. Ну вот брикады нас, соответственно, сплотили. Ну и самое последнее, что я хотел сказать. Потому что я вот сегодня ночью писал пост относительно переговоров среди оппозиции по поводу порядка проведения митинга. И вы знаете, что действительно у нас было много споров. Споры эти были гласные, открытые. То есть вы все в них могли принять участие. Я еще ночью написал, что мы обязательно договоримся. Но мы, собственно, и договорились. Мы, как Левый фронт, считаем, что перенос митинга – это ошибка. Мы считаем, что изначальная мобилизация, которая происходила на площадь революции – это было правильное решение. Площадь революции вмещает в себя достаточное количество людей. И 30 тысяч, 50 тысяч, которые выйдут – это вполне достаточно. К тому же рядом есть манежная площадь, на которую можно расширяться, театральная площадь, на которую можно расширяться. Никаких бы проблем в том, что мы там собрались, не было. Понятно, что власти боятся, что мы рядом с Кремлем. Боятся, что это Левый фронт, который является радикальной организацией, призовет своих сторонников. Другие радикальные организации, которые призовут своих сторонников идти на штурм, соответственно, кремлевских стен. Мы не собирались по-любому это делать, потому что мы собираемся выдвинуть легальные требования, мы собираемся поставить ультиматум перед властью, дать ей срок до 24-го числа, одуматься, провести пересчет голосов и выполнить те требования, которые выдвинет этот митинг. А уже 24-го собраться повторно и на повторном митинге, который мы считаем будет еще более массовым, чем тот митинг, который пройдет завтра, соответственно, принимать решение, исходя из того, послушались нас или не послушались. Тем не менее, мы, Левые, являемся людьми ответственными и даже когда решения принимаются некоторыми товарищами в одностороннем порядке, мы ценим единство наших рядов. Мы также ценим безопасность тех людей, которые приходят на митинги. У нас очень большой опыт проведения действительно больших акций и разрешенных, и неразрешенных, и радикальных, и нерадикальных. Поэтому мы согласились с нашими партнерами, что мы идем на Болотную площадь, мы проводим совместный митинг. Сейчас самое главное, чтобы как можно больше людей на него вышло. Мы победим, а потом уже мы будем говорить о том, в каком направлении пойдет наша страна. Спасибо. Жалоб турка не будет. На самом деле, процесс задержания, получения каких-то травм и прочее, это нормальный процесс. Слава Богу, что пока еще не убивают. И это как раз не является чем-то таким, что может на самом деле остановить, скажем так, пафосно народный протест. Хотя на Триумфальной площади была испробована технология, которую я не помню с начала 90-го года. То есть, снова появились, так сказать, пыточные автобусы, где людей просто прессуют, всех задержанных. А потом уже пересаживают всем привычные автозаки. Кстати, да, представляете, свободная страна, но всем привычные автозаки, все знают, как он устроен. А тут вот немножко по-другому. Это, в общем, это паршивый признак, конечно. Власть пытается сама тоже радикализироваться. Женя очень верно отметила. В стране идут массовые беспорядки. Но не разбито ни одной витрины, не сожжено ни одной машины. И ни один милиционер не может показать, вернее, полицейских, даже маленького синячка, который он получил. Тем не менее, на Триумфальной площади скорые сновали, ну, как будто теракт произошел, одна за другой пачками. Ну, вот в том автобусе, где мне удалось, так сказать, с неожиданной стороны пообщаться с органами правопорядка, ну, кроме меня, всех увезли на скорые помощи. Композитор из Петербурга один, он сейчас в реанимации лежит. Так что, это не, знаете, раньше как было, ну, случайно ударили, где-то там, что-то. А здесь нет, здесь это вселенаправленная такая пресс-хата, ну, вот прямо, как положено. Я не думаю, что это кого-то остановит. Я даже не очень понимаю, кому это в его умную голову пришло, потому что только злее, в общем-то, люди делаются от этого. Пожалуйста, вот сидит Пономарев, его в этот день три раза задерживали, тоже там немножко навешали. Понимаете, то есть идет просто такое тривиальное запугивание людей, которых пугать немножко поздно. Это первый вопрос. Поэтому, на самом деле, когда люди говорят, ну, вот, несогласование действия оппозиции может привести к каким-то там травмам. Ну, вообще-то, если честно, я почти уверен, что все люди, которые сейчас идут на площадь, они примерно себе представляют, куда и зачем они идут. Все, что мы здесь можем противопоставить, мы можем, конечно, противопоставить только вот организованную революционную дисциплину. Я могу соглашаться с тем, что Настя Дальцова согласует сейчас с мэрией, могу где-то не соглашаться. Но в данном конкретном случае, я не знаю, на каком этапе появился в числе, так сказать, заявителей Борис Немцов. Нет, его нет. Я лично ориентируюсь на то, что в данном случае... Потому что процесс идет, сейчас вот так вот переигрывать, изображать какие-то вечные несогласования внутри оппозиции, маленечко поздно. Завтра люди большой толпой уже придут. И какая-то все-таки ответственность существует. И вот это, извините, чисто по-армейски. Вот сегодня она командир, потому что она оказалась в нужное время, в нужном месте. И нам желательно здесь уже поступать точно так, как будет сказано. Иначе начнется бардак. Кто-то скажет, я пришел, но я никуда не пойду, я буду митинговать здесь. А я пойду, да не так, а мне больше... Вот этого не надо. Понимаете, если мы организованно соберемся в центре города, если мы организованно пройдем через центр этого города, и если действительно 30 тысяч, а может и больше человек скажут свое слово на таком паршивом месте, как Болотная площадь, все равно это будет очень серьезно. Вот это... Потому что когда в камере где-нибудь там, в автозаке, оказываются представители разных, часто не любящих друг друга политических групп, почему-то там никто не конфликтует. Там вот есть мы, есть они. Вот в данном нашем конкретном случае есть мы. Как верно абсолютно сказал Илья, в основном мы, это люди, даже не состоящие ни в каких организациях. Это вот такой вот народ у нас есть. Вот это народ. И есть они. Кто такие они, мы тоже себе очень сегодня хорошо представляем. И мы их очень не любим. И мы очень... Ну мы очень гуманные люди. Мы очень не хотим для них судьбы как так. Очень не хотим. Мы им предлагаем куда-то уйти по-хорошему. Даже может быть незаслуженно по-хорошему. Понимаете, какая штука. И, конечно, все-таки, я опять же хочу попросить прощения перед Ильей, но люди выходят на митинг не для того, чтобы партия «Справедливая Россия» или ЛДПР в результате какого-то пересчета получили побольше голосов. Я вот был тоже на всех этих мероприятиях, но вот ни разу не слышал ни одного лозунга «Вся власть «Справедливая Россия», «Вся власть ЛДПР» или «Вся власть КПРФ». Ну вот не слышал ни одного, и все. Все-таки это было голосование против всех. Ну нет такой графы, но значит будем голосовать за тех, кто есть, лишь бы не вот это. И не надо превращать сегодня парламент в партию «Жуликов и воров», где есть воры в лице «Справедливой России» и жулики в лице всех остальных, которые воспользовались случаем. Едино, едино, ты не путаешь. Едино, я оговорился, да. Да, говоришь. Вот не надо, не надо, повторяю. Пономарев – это человек, делегированный левым фронтом и левыми силами в Думу, потому что ну хоть один человек должен быть с депутатским мандатом, чтобы вот меня там вытаскивать из камеры. Просто так. Но имеет место вот такой вот простой полинитивный расклад. Никакой более сложной политологии в настоящий момент не может быть. Это все потом появится. И поэтому вот я еще раз призываю всех соблюдать революционный правопорядок. Вот договорились и поступаем так, как договорились. Никто не выбегает вперед, никто не кричит, это я главный, это я всех привел, это я вождь всех народов. Если была бы возможность, и это можно было бы согласовать с заявителями митинга, лучше, чтобы митинг вели нейтральные люди, а не те, кто пишет от себя там имя рек, запятая, политик. При всем уважении и личной симпатии к этим людям, они хорошие ребята. Но, тем не менее, есть такая вот мысль. Это массовый народный протест против сложившейся системы. И не надо его размывать своими, может быть и очень важными, но все-таки более мелкими интересами. Все, спасибо. Я профессиональный революционер, поэтому не очень в микрофонах привычно говорить. Я от лица национальных патриотов, конечно, подтверждаю, что политическое крыло наших участников выйдет завтра на площадь революции. Мы вообще любим марши, если было бы потемнее, так с факелами. Значит, эта ситуация говорит о том, что вот сейчас, когда нас пытаются представить какими-то дебоширами, это абсолютно неправильная вещь. Завтрашний митинг делается не для того, чтобы захватить винные склады или не для того, чтобы захватить Кремль. Завтрашний митинг делается для того, чтобы победить в общественном сознании. В общественном сознании уже много сделано, и действительно руками Единой России они подставились с этими выборами, дальше некуда. Это сделано путем пропаганды различных политических движений, но мы еще не победили. И не победили в России, и общественное сознание, к сожалению, для требуемых 90%, чтобы сделать государственный переворот, еще не достигло. Этот митинг должен быть мирный, без разбитых стекол, без перевернутых вершин, машин. Это абсолютно, так сказать, понятный протест населения против того беспредела, который творит Единая Россия и питерские вот эти кукловоды. Поэтому, я думаю, что очень важным является то, что сказал господин Баранов. Мы должны искать... товарищ Баранов, товарищ Баранов. Мы должны действительно, так сказать, мы должны действительно обсудить на уровне руководителей политических движений о представлении гарантом питерских, чтобы они уехали на выроском пароходе, как предлагает Пиантовский. И этот вопрос надо обсуждать и подписываться под этим, и быть ответственным. Если мы договорились, что мы их не трамбуем, в основном, если они не нарушат и не будут убивать людей, значит, мы должны подтвердить это и отпустить их к чертовой матери. Хоть на Сардинию, хоть в Чечню, куда-то. Они не привыкнут. Найдутся, за такие деньги привыкнутся. Их судить надо, они не отрабатывают. Есть вторая вещь. Есть вторая вещь. Я говорю новеллу, которую господин Баранов, и она у нас еще не обсуждалась в Национальной Ассамблее, я поэтому обязан ее как новеллу высказать. Она еще не затверждена в решениях. Мы должны подумать, что если все-таки эксцессы будут, не нами провоцированные эксцессы будут, значит, те люди, которые с нашей стороны примут участие в этих эксцессах, они после государственного переворота должны иметь индульгенцию. И здесь тоже руководители политической партии должны подписаться. Потому что если дело дойдет до серьезных вещей, я не говорю о завтрашнем митинге, о последствиях. Значит, мы должны иметь гарантию, что те люди, которые выступят на нашей стороне по-серьезному, чтобы потом их морали им никто не читал, чтобы его, ну, так и не так поучаствовали. Вот эту вещь мы тоже должны договориться. И ответственные люди должны под этим подписаться. О том, что мы отпускаем этих уродов туда, но если эксцессы будут, наши ребята пострадать тоже не должны впоследствии. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. А также я приглашаю всех журналистов завтра на марш. Получается марш, если, я так понимаю, получится, если мы от... Шествование. Да, шествование, марш. Шествование. Шествование. Пойдем от революции к болоту. Ничего страшного, лучше бы от болота к революции. Но, тем не менее, призываю всех прийти и объективно, объективно, ни в коем случае не на чьей-то стороне, объективно осветить ситуацию, что происходило на самом деле. Во-первых, я бы хотел немножко, что ли, продолжить мысль Александра Краснова. Лично я, я не знаю, может быть, кто-то из здесь присутствующих подавал, но лично я не подавал никаких уведомлений в мэрию о проведении государственного переворота. И подавать такие уведомления я не собираюсь. Это первое. Второе. Мы с Ольвом Пономаревым подали несколько дней назад уведомления на проведение следующей оппозиционной акции 18 декабря на Пушкинской площади. Думаю, что нам ее не согласуют, потому что число участников может быть больше, чем число участников завтрашней акции. И, наверное, нам придется, так же, как сейчас Оргкомитет ведет переговоры, так же этому Оргкомитету, который, надеюсь, сохранится в полном составе и будет готовить акцию 18 декабря, придется договариваться. И я не знаю, будет ли это Болотная площадь, или это будет Площадь Революции, или будет это Лубянская площадь. С моей точки зрения, Лубянская более выгодное место для проведения. Она гораздо удобнее, она ближе к Площади Революции. Но это уже... Это вопрос... Это вопрос следующий. И на этом... На этом митинге, на следующей нашей акции 18 октября мы планируем объявить результаты всероссийского опроса общественного мнения, который проект «Гражданин-наблюдатель», я уже вам о нем два слова сказал, проект «Гражданин-наблюдатель» собирается провести 17 декабря в субботу всероссийский опрос всего-навсего с двумя вопросами. Первый вопрос. Голосовали ли вы 4 декабря за Всероссийскую политическую партию «Единая Россия»? Это первый вопрос. Это будет уличный опрос, это не опрос в интернете, это просто наши наблюдатели. Они выйдут на улицу и будут опрашивать 10 человек, 20 человек, 30 человек, которых они встретят по дороге, опросят и данные пришлют нам. И второй вопрос. Собираетесь ли вы голосовать за Владимира Владимировича Путина на президентских выборах 4 марта 2012 года? Вот мы за сутки обработаем результаты этого опроса и 18 декабря мы объявим об этом на Лубянской площади или на площади Революции, или на Болотной площади, куда мы согласуем этот митинг. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова